Школьники кормили вчерашней едой В Роспотребнадзоре пока ничего не комментируют по этому поводу, не отрицают и не подтверждают, поэтому мы решили спросить напрямую у директора комбината школьного питания Алены Хвердивой, так ли это на самом деле. Алена Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер всем красноярцам. Много всего и вчерашняя еда и обыски АБЭП давайте поэтому по порядку. В адрес комбината питания, соответственно, вас как руководителя существует обвинение, что вы кормите вчерашней едой, то есть нарушаете цикличность меню. Так это или не так? Что можете сказать по этому поводу? Проверки Роспотребнадзором деятельности комбината питания действительно проводятся, так как это социально значимый объект. Последняя проверка в отношении комбината питания была в июне 2018 года. Это была внеплановая проверка деятельности оздоровительных летних площадок при школах, а также загородных оздоровительных лагерей. Эта проверка еще продолжается. Никаких актов проверок мы еще не получили. Предварительные замечания, которые в ходе проверки были озвучены, уже все исправлены. А что за замечания были вам? Замечания были рабочего характера. Например, представитель Роспотребнадзора попросил нас открыть помещения, которые не используются 20 лет, которые приказом директора комбината питания закрыты к свободному доступу, никакого отношения к производственной деятельности не имеют. Эти помещения были открыты. Да, там действительно 20 лет не делалось ремонта. Там действительно была паутина. Еще раз хочу отметить, что к деятельности производственной эти помещения никакого отношения не имеют. Правильно ли я вас понимаю, что и к нарушению цикличности меню эти замечания Роспотребнадзора тоже не имеют отношения? В ходе этой проверки соблюдение цикличного меню вообще не проверялось. Так как это была деятельность оздоровительных площадок при школах. А речь идет о цикличном меню, которое каждодневное, которое в процессе учебного года. Хорошо, тогда откуда взялись обвинения в нарушении? То есть мы с вами разобрались, что есть вот проверка Роспотребнадзора, вернее она была, она еще не до конца оформлена. Там есть технологические какие-то нарушения, связанные с помещениями, которые не используются. И есть обвинения еще в цикличности меню, которые к этой проверке Роспотребнадзора отношения не имеют. К этой проверке никакого отношения не имеют. Тогда откуда они взялись? Ну, я не знаю, откуда взялись эти нарушения. Предполагаемые нарушения. Предполагаемые нарушения. Ну, а вы кормите детей тем, что осталось вчера? Давайте начнем с того, что в каждой школе создана приказом директора школы бракиражная комиссия. Бракиражная комиссия включает в себя медицинского работника школы, ответственного по питанию, либо администратора, и заведующего производством. Прежде чем какая-либо пища попадает на стол детям, бракиражная комиссия снимает пробы, фиксирует оценку в журнале бракиража готовой продукции. Только после этого пища выдается на столы детям. Поэтому использование пищи со вчерашнего дня в принципе не может быть. Так как цикличное меню у нас каждый день разное, и блюда в цикличном меню изо дня в день не могут повторяться. Это требование СанПИНа. Хорошо, бракиражная комиссия, там вы назвали три человека. Ну а если они между собой договорились в какой-нибудь школе, я понимаю, в каждой школе разное, и решили запустить по второму кругу то, что приготовили? Мы готовимся в минимальных порциях. У нас в принципе ничего не остается на следующий день. А как вы предполагаете, 300 человек накормить сегодня и 300 человек накормить завтра тем же самым? Не знаю, не бывает такого? Нет, такого не может быть в принципе. Хорошо, если нет проверки Роспотребнадзора по поводу цикличности меню, то что есть? Я пытаюсь понять. Откуда-то же эти обвинения берутся? Вы можете предположить, что может за этим стоять? Может быть, какую-то школу конкретную проверяли, и вы об этом не знаете? Вы вообще можете не знать о проверке Роспотребнадзора? Проверка Роспотребнадзора всегда проводится по распоряжению. Должно быть официальное основание для проверки. Работники Роспотребнадзора знакомят меня в первую очередь с этим распоряжением. Я в нем расписываюсь. То есть меня ставят в известность, что такого числа у нас состоится проверка. Поэтому помимо меня ни одна проверка пройти не может. А какую-то школу без вашего ведома могут проверить? Школу проверить могут. Но пищеблок, который обслуживается комбинатом питания, это отдельное юридическое лицо. Без моего участия проверить не могут. Ну, в таком случае получается, что кто-то говорит, что нарушение есть. Вы говорите, что нарушения нет. И вроде никакой проверки, касаемой цикличности меню и объедков, так называемых, тоже не существует. Остается, видимо, ждать только официального комментария Роспотребнадзора, который расставит все по своим местам. Но вы так спокойны по этому поводу? Мы очень спокойны. Мы всегда открыты, мы всегда приглашаем родителей, пожалуйста, приходите, пробуйте, смотрите. Нам нечего скрывать, нечего бояться. А что за АБЭП? Это тоже, знаете, в одну калитку сначала якобы Роспотребнадзор что-то и АБЭП там у вас что-то есть. Да, вчера действительно к нам зашли работники оперативные, якобы по какой-то жалобе. Жалобу нам эту не показали, содержание жалобы мы не знаем. У нас проводились оперативные мероприятия, протоколы нам не оставлены. Сегодня мы написали заявление на имя начальника АБЭП, чтобы нам предоставили протоколы, и если это возможно, ознакомить нас с жалобой. Хорошо, когда в полиции дадут какой-то комментарий, мы еще раз тогда к вам раз обратим, чтобы рекомментировали. Алена Михайловна, смотрите, вы пришли из бизнеса, там вы были сама себе хозяйкой. Сейчас что про вас пишут? Что вы переписали свой прошлый бизнес, связанный тоже со школьным питанием, на свою дочь, которая якобы ничего в этом не понимает, и теперь, используя вот это свое положение руководителя комбината школьного питания, совместно там что-то, как говорят, мудить и крутить. Так, у меня два вопроса на самом деле. Первый. Не жалеете ли вы, что ушли из бизнеса, где вы были сами себе хозяйкой, и что бы про вас не написали, вам бы было все равно, потому что это частный бизнес, а теперь вы вынуждены оправдываться. И второй вопрос. Так что с вашей дочерью Лейлой? Ну, давайте по порядку. По порядку. Я 20 лет занималась организацией детского и школьного питания. Я считаю, что у меня достаточно большой опыт в этой сфере, и мне хотелось бы себя попробовать, да, вот в работе комбината питания. Я знаю, что там положение вещей было, ну, так скажем, плачевное. Я посчитала, что я могу быть полезной, что я могу вывести этот комбинат питания на другой уровень. Мне это было интересно, поэтому я туда пошла. Другими словами, не жалеете или не говорите об этом? Ну, наверное, не жалею. Хорошо, что с Лейлой? Действительно переписали бизнес, она там теперь... А что с Лейлой? Лейла взрослая женщина, ей уже достаточно лет. Она профессионал в своем деле. У нее первое юридическое образование. Дальше она закончила, получила образование повар пятого разряда. Ее фирма основана в 2011 году. Эта фирма занимается организацией школьного питания за пределами города Красноярска. То есть вы не пересекаетесь никак? Совершенно никаким образом. У нее есть школы в городе Зеленогорске, которые обслуживает эта фирма. Есть школы в городе Железногорске, это кадетский корпус и детский дом. Контракты все заключены на основании официально проведенных аукционов. Кстати сказать, две недели назад в городе Железногорске проверялись эти объекты. Ни одного замечания прокуратуры в адрес того предприятия не было вынесено. Уточнение, вот эта фирма, которая в 2011 году, это ваша фирма или это другая? Нет, это другая фирма. Это фирма, которой учредитель и директор является Хвердеева Лейла. И в конце хотела бы вас спросить, ну вот смотрите, вообще учитывая вот все эти походы АБ, проверки Роспотребнадзора, бракиражные комиссии, эта система комбинатов школьного питания, она вообще жизнеспособна? Только коротко очень. И зачем она нам нужна? Комбинат питания это социально значимый объект. Поэтому особое внимание всех контролирующих органов. А для чего она нужна? Это порядок в школьном питании. Это единое цикличное меню. Это единая ценовая политика. Это полуфабрикаты высокой степени готовности. Полуфабрикаты, которые для детского питания, они не содержат ни ароматизаторов, ни каких-то специй, определенное количество соли. То есть это те продукты, которые действительно полезны детям. Кстати сказать, что у нас сейчас все продукты закупаются согласно конкурсных процедур. Обязательное условие это ГОСТ. Приемка продуктов у нас комиссионная. И мы сейчас уже до конца 2018 года на предприятии организуем лабораторию физико-химическую. И мы будем в собственной лаборатории двойной анализ проводить продуктов. То есть анализ сырья, поступающего к нам, и анализ продукции собственного производства. Той продукции, которую выпускает комбинат питания. Пригласите Катю Кашучик с проверкой туда потом. Да ради бога. В любое время. Не предупредим, придем. Просто что приглашение все. Да, пожалуйста. Мы даже сейчас хотели бы вас пригласить, потому что есть что показать, есть чем похвастаться. Мы в этом году отремонтировали два цеха, мясной и кондитерский цех. Мы полностью облицевали там стены кафеля, мы полностью заменили дверные блоки, мы сделали наливные полы. То есть у нас сейчас достаточно технического персонала. У нас там идеальный порядок. Мы запомним ваши слова. Катю обязательно к вам отправлю. Да, пожалуйста. Спасибо огромное, что пришли к нам в эфир и отвечали на наши вопросы. Это была программа «После новостей». До встречи в эфире.